Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Аминь. Откройте со мной, пожалуйста, вторую главу Иакова. Прочитаем послание Иакова 2,17. Мне хотелось бы прочитать здесь многие стихи, но мы просто рассмотрим Иакова 2,17. Здесь сказано следующее. Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Перевод Веймута говорит о вере без соответствующих действий. Речь не идет о делах с целью что-то заслужить. Речь идет о делах, которые демонстрируют веру. Та вера, которая у вас есть, должна проявляться. А проявляется она в ваших делах, в действиях, которые вы совершаете, в шагах, которые вы предпринимаете, в словах, которые вы произносите. Наличие веры влияет на все, что происходит в вашей жизни. Итак, тут сказано, что вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. А то, что мертво, не приносит плода. Без дел ваша вера непродуктивна. То, что мертво, не дает результатов. Без дел или без соответствующих действий у вашей веры не будет никаких результатов. У вас может быть вера, не приносящая результатов. Как? При отсутствии у вашей веры соответствующих действий. Перевод новой международной версии звучит так. Также вера сама по себе, если ее не сопровождают действия, мертва. Итак, недостаточно бравировать своей верой. Ее должно сопровождать движение. Вера – это движение. Вера заставит вас что-то предпринять. Вера не оставит вас без дела. Если ваша вера бездельничает, у вас не будет результатов. Вы не произведете ничего, а нам нужна плодотворная вера. Еще один перевод гласит, то же самое с верой. Если она не заставляет нас что-то делать, она мертва. Заметьте, вера заставит вас что-то сделать. Она заставит вас что-то сделать. Она заставит вас что-то сделать. Так часто люди думают, что у них проблема с верой, тогда как на самом деле у них проблема с действиями. Им недостает действий. У них нет недостатка веры. У них недостаток дел, чтобы продемонстрировать веру. Да, мы люди веры. Но знаете, иметь веру значит двигаться, действовать, делать шаги, демонстрировать то, что у вас внутри. Двигающаяся вера не позволит вам молчать. Вера превратит вас в того, кто говорит Слово. Теперь 22 стих в переводе Common English Bible. Видишь ли, вера Авраама содействовала делам его. Обратите внимание, что здесь действовала. Его вера и его дела. Его вера содействовала делам его. Фактически, его верными делами вера достигла совершенства. Заметьте, вера неполноценна, пока мы не действуем по вере. И мне нравится этот перевод, что она достигла совершенства верными делами. О чем это говорит? Одно действие не сделает вашу веру полноценной. Нужны регулярные дела, как образ жизни. Нужно действовать каждый день. Раз у нас есть вера, нам нужно действовать. Аминь. Мертвая вера бесполезна. Люди могут гордиться своей верой, но если она не совершает действий, она бесполезна. Действия делают нашу веру живой. Иначе она мертва. Иаков предупреждает нас, что вера не должна быть мертвой. И действие переводит веру из неподвижного состояния в движение. Аминь. Мы знаем, что вера приходит от слышания, а слышание от Слова Божьего, так? Поэтому, когда вы питаетесь Словом, когда вы сидите на подобном служении и слышите проповедь, Слово, учение, вера приходит к вам. Но вам нужно ее взять, впустить в себя, вобрать в себя. Вера приходит, вера приходит, но ваше дело ее впустить. Кто-то может прийти к вашей входной двери, но это не значит, что он сможет войти. Вера приходит от слышания. Вы можете сидеть на служении и слышать Слово, и вера придет. Но сердцем вы должны открыться и принять ее. Вот почему люди могут годами сидеть в церкви, а их жизнь так и не меняется. Они находятся в том месте, где приходит вера, но они не открыли ей дверь. Она пришла, а они просто оставили ее за дверьми своего сердца. И так нам нужно впустить ее. Но недостаточно и просто впустить ее. Войдя в вас, она добьется, чтобы вы что-то производили. Она должна заставить вас начать двигаться. Это признак того, что она вошла. Аминь. Как говорила пастор Морган во время сбора пожертвований, вы получили меру Божьей веры при рождении свыше. Так что у каждого достаточно веры, чтобы начать действовать. Мне не важно, какая у вас мера веры. Мы получили начальную меру веры при рождении свыше. И теперь наше дело питать эту веру, взращивать ее, развивать ее, чтобы она процветала. Но раз вы рождены свыше, вера в вас есть. А это значит, что каждый день должно быть какое-то действие или демонстрация этой веры. Аминь. Вера никогда не приходит через молитву о ней. Поэтому не молитесь о вере. Она приходит только через наполнение словом. И нужно не просто слышать слово. Потому что если вы его слышите, но оно в вас не входит, это вам ничего не даст. Вера приходит, но вам нужно ее впустить. Вера приходит от слышания. Запомните это на всю жизнь. Вера приходит от слышания, но вера не действует через слышание. Вера приходит от слышания слова Божьего. Но она не функционирует через слышание. Не функционирует. Поэтому, когда у вас есть нужда, не просто слушайте больше слова, больше слова, больше слова, а слушайте слово, действуйте. Слушайте, действуйте, слушайте, действуйте. Не просто слушайте, слушайте, слушайте. Потому что вера не функционирует через слышание. Вера приходит от слышания, но она функционирует через действие. Она высвобождается через действие. Вера, которая не высвобождается, вам ничего не даст. Аминь. Можно много есть и никогда не быть физически активными. Можно хорошо питаться, умело, уметь наедаться, но не уметь тратить эти калории, тратить эту энергию. И потом, взглянув на себя, пожалуйста, смотрите на себя, а не по сторонам. Можно понять, сколько мы тратим из того, что употребляем. Ваша жизнь покажет, сколько вы тратите из той веры, которой вы наполняетесь. Аминь. Знайте, вера приходит, 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 но она приходит только ради того, чтобы дать вам силу для больших дел. Больших дел, больших дел, больших дел. Ваши действия должны быть смелее, чем в прошлом году. Ваши дела не должны быть такими же, как они были, когда ваша вера была меньше. По мере роста веры, ваши дела должны становиться смелее. Аминь. Слава Господу. Итак, вера приходит от слышания, но она не функционирует через слышание. Так что не попадите в ловушку, свойственную людям Слово. Мне просто нужно слышать Слово, слышать Слово. Это ничего не даст, если вы не будете слышать и действовать, слышать и действовать, слышать и действовать. Как Морган говорила, каждый день принимайте Слово, а значит действуйте каждый день. Считайте Слово неполноценным, пока вы не поступили по Слову. Оно неполноценно. Именно так сказано о вере Авраама в Иакова 2, 22, что его вера была несовершенной, пока он не начал действовать. Слышание не делает веру совершенной. Нужны действия. Вы слышите, чтобы действовать. И если вы будете лишь слушать и принимать, вы упустите весь смысл веры. Смысл веры в действии. Ее цель – что-то делать, что-то менять. Аминь. Папа Хеггин, возлагая руки на людей, выходивших вперед на молитву, знал, когда помазание и исцеление не входило в них. Потому что хотя помазание и присутствовало, они не умели его принять. Многие люди сидят на служении, где проповедуется Слово, и вера приходит, но они не умеют впустить ее в себя. Они не знают, как позволить ей войти. Точно так же с силой исцеления. Можно возложить на человека руки, а он не знает, как ее принять. Принимаем мы духом, а не умом, не чувствами, не эмоциями. Принимаем мы духом. И когда люди не умеют принять, взять это рукой веры, которая в духе, то можно возлагать на них руки, но плода не будет. Результата не будет. Обычно служители видят, когда помазание входит в людей, а когда нет. И не говорят об этом людям, потому что нет времени сесть и поработать с ними. Поэтому выход в том, чтобы позволить им дальше слушать Слово, и по мере слушания до них начнет доходить. И когда до них дойдет, они откроют сердце и примут. Но когда папа Хэгген возлагал руки на людей и знал, что помазание и исцеление не вошло в них, он говорил так, «Вы можете приучить себя верить». И добавлял, «На этой неделе больше не выходите на молитву за исцеление. В пятницу я снова буду возлагать руки на больных. С этого момента до следующей пятницы говорите, «В следующий раз, когда брат Хэгген возложит на меня руки, помазание и исцеление войдет в меня, и я буду здоров». Вы слышите? Так можно приучить себя верить. Вы понимаете, что добившись, чтобы они говорили это, он добился от них действия. Говорение – одна из форм действия, но не единственная форма. Если мы не будем осторожны, мы остановимся на говорении и никогда не перейдем к действиям. Но есть люди, которые не умеют принимать, и им нужно приучить себя верить. И это начинается с уст. Говорите. Это даст направление вашим действиям. Итак, он говорил, «С этого момента до следующей пятницы приучайте себя верить». Каждый день, в течение всего дня, каждый раз, когда вспомните об этом, говорите. «В следующий раз, когда брат Хэгген возложит на меня руки, помазание и исцеление войдет в мое тело, и я буду здоров». То есть он сказал им, «Просто начните действовать». И бывало, люди отвечали ему, «Но, брат Хэгген, я никогда не слышал проповедей об исцелении. Для меня это ново. Что, если я в это не верю?» Он отвечал, «Не важно, верите ли вы в это. Просто начните говорить это». Почему? Потому что, когда вы будете говорить, ваш дух будет слышать истину. И вы начнете верить в истину, потому что вера приходит от слышания. И не всегда услышать нужно еще одну проповедь. Иногда вам нужно услышать свои собственные уста. Ваши собственные уста, произносящие слово, которое вам нужно услышать. И именно это он имел в виду. Вы рассчитываете только на то, что слышите из моих уст. Но вам нужно услышать это из собственных уст. Итак, он говорил им, «Приучите себя верить, даже если вы утверждаете, что вы не верите». Их сердце хотело верить, но утверждая, что они не верят, они говорили о своем уме. Их ум не понимал этого, а потому выкидывал это. И папа Хэгген добивался, чтобы они обошли свой ум, говоря, говоря. Говорите, 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 и вы начнете обходить свой ум. Вот что он имел в виду. Он добивался, чтобы они действовали через говорение. Так? И он рассказывал, «За все мое служение, когда я говорил кому-то это делать, всего двое из этих людей не получили свое исцеление». Все остальные получили свое исцеление. А те двое просто не пришли, поэтому и не получили. Они не пришли в следующую пятницу. Он рассказывал, «Каждый человек, которому я сказал это сделать, и он сделал это, каждый исцелился в следующий раз, когда я возложил на него руки». Как так вышло? Их вера возросла, их действия возросли. Они начали действовать. Вам нужно действовать не только на служении. Вы можете действовать дома, перед служением. Он добился, чтобы они действовали между служениями. Когда вы что-то говорите, вы действуете. Аминь. Слава Господу! Слава Господу! Что он делал? Он приводил их веру в движение. У рожденных свыше людей есть вера, но их голова брала верх, доминировала. Они были вводимы мыслями, что если я в это не верю? Он побуждал, просто приведите веру в движение, говоря. Вот что значит приучить себя верить. Если вы начнете говорить, вера в вас начнет двигаться. И та вера, что в вас, пересилит неправильное мышление. Аминь. Недостаточно слышать, нужно действовать. Нужно слышать и действовать. Слышать и действовать. И не обязательно всегда слышать проповедника. Вы можете слышать свои собственные уста. Аминь. Чтобы вера работала, она должна быть в двух местах. В вашем сердце и в ваших устах. Если вы никогда не говорите слово, у вас есть мертвая вера. Услышьте, что я сказала. У вас есть вера. У вас есть вера. Но она мертва. Но Бог оживляет мертвых. Ваша мертвая вера может ожить. Аминь. Даже мертвая вера все равно присутствует. Когда во время похорон вносят гроб для прощания, человек, находящийся в гробу, мертв, но он не перестал существовать. Он все еще там. Он все еще присутствует. Если что-то не движется, это не значит, что оно не присутствует. То, что ваша вера мертва, еще не значит, что она не присутствует. Она все еще присутствует. Оживите ее. Оживите веру. Как? Двигайтесь в ней. Действуйте. Действуйте. Аллилуйя. Слава Господу. Вера – это действие. Вера – это не просто что-то, что у вас есть. Вера – это что-то, что вы делаете. Запомните. Вера – это не просто что-то, что у вас есть. Вера – это что-то, что вы делаете. Верить – значит действовать. Иметь веру – значит действовать. Потому что вера – это действие, а не просто что-то, что у вас есть. Это действие. Это что-то, что у вас есть, что заставляет вас действовать. Скорее так, согласно чему вам следует действовать. Она не принудит вас действовать, выбор за вами. Теперь, мы действуем не для того, чтобы попытаться заполучить веру. Вот в чем некоторые заблуждаются. Они действуют, пытаясь заполучить веру. Вера не приходит через действие. Вера высвобождается через действие. Вера не приходит через действие. Вера высвобождается через действие. Некоторые действуют, пытаясь заполучить веру, или пытаясь доказать другим, что у них есть вера, или пытаясь угнаться за чьей-то верой. Но такие действия не увенчаются успехом. Ваши действия должны демонстрировать вашу веру, а не веру, которую вам хотелось бы иметь. Не веру кого-то другого, но веру, которая есть у вас сейчас. Даже не веру, которая у вас была в прошлом году. Потому что иногда вы понимаете, моя вера была сильнее в прошлом. Да, вы можете осознавать, моя вера раньше была сильнее в определенных сферах. Но все равно вы не можете действовать согласно вере, которая у вас была раньше. Вы можете действовать только согласно той вере, которая у вас есть сейчас. Итак, мы действуем не в попытке заполучить веру. Мы действуем, чтобы высвободить ту веру, которая у нас есть. Значит, не пытайтесь действовать за рамками того, во что вы способны поверить. Иначе вы будете действовать, пытаясь заполучить веру. А вера так не приходит. Вера приходит от слышания. Вера высвобождается через действие. Вы пробовали тратить деньги, которых у вас нет. Это называется овердрафт. Это называется поддельный чек. Так? Это незаконно. Но люди так поступают, и банк дает им время наверстать. Но поступая так довольно долго и с достаточно большими суммами, вы можете угодить в тюрьму за перерасход и трату того, чего у вас нет. Так? Вы можете угодить в кучу разных неприятностей, пытаясь потратить веру, которой у вас нет. Выбрасывая лекарства, когда у вас нет веры на то, чтобы выбросить лекарства. Не обращаясь к врачу. Просто используйте ту веру, что у вас есть. Послушайте, вы не можете решить, что вам хочется сделать и назвать это верой. Некоторые говорят, я не хочу операцию. Никто ее не хочет. Но то, что вы ее не хотите, еще не значит, что у вас есть вера, чтобы не идти на нее. Или кто-то говорит, я не хочу принимать эти лекарства. Никто не хочет пить лекарства. Но просто нежелание принимать лекарства не равносильно вере, чтобы не принимать лекарства. Послушайте, не отказ от лекарств угождает Богу. Не избегание врачей, не отказ от операции угождает Богу. А высвобождение той веры, которая у вас есть, угождает Богу. Бог никогда не осудит вас за вашу меру веры. Никогда, никогда, никогда. Ни разу Иисус не упрекнул кого-то за размер веры. Он упрекал за неиспользование того размера веры, что у них был. Он упрекал за бездействие. Он не упрекал за неимение. Он упрекал за бездействие. Аминь. Аллилуйя. И важно действовать в рамках той меры веры, которая у вас есть, какой бы она ни была. Просто используйте каждую капельку веры, что у вас есть. Тратьте ее до конца, каждый день. Относитесь к своей вере, как к манне, что она сгниет к концу дня, если вы ее не потратите. Потому что вера должна приходить каждый день. Она должна возрождаться каждый день. У веры на самом деле очень короткий срок годности. Поэтому вперед. Тратьте всю. Каждый день. Тратьте все, что у вас есть на тот день. И знаете, что будет? Ваша вместимость для веры увеличится. И на следующий день вы будете более умело впускать ее в себя и тратить. Впускать и тратить. Я умею впускать деньги и тратить. Впускать и тратить. Почему? Потому что я возросла в своей способности тратить. Так? То, что раньше заставляло вас поперхнуться. «Ой, я никогда бы столько не потратил!» А сегодня дайте мне две штуки. Понимаете? Почему? Потому что возросла ваша вместимость, ваш аппетит к чему-то. И вы понимаете, а, то, обо что я раньше спотыкался и что заставляло меня поперхнуться, теперь я свободно покупаю. Так же с верой. Чем больше вы впускаете ее в себя и тратите, тем больше растет ваша вместимость для веры. И вы можете больше впускать ее в себя и больше тратить. Аминь. Аллилуйя. Мне нравится высказывание из одной книги. Я не знаю, принадлежит ли оно самому автору книги. Помните, у Джона Джилейка были комнаты исцеления. Материалы, которые он использовал для обучения служителей, людей, которые служили с ним в комнатах исцеления, были в виде учебника. И в этом учебнике Джона Джилейка я прочитала следующее высказывание. «Я скорее войду в веру, действуя, чем в действие веруя». Позвольте повторить еще раз. «Я скорее войду в веру, действуя, чем в действие веруя». Позвольте мне объяснить, что это значит. Некоторые не действуют, пока не почувствуют, что они полны веры. Они хотят почувствовать, что они полны. И лишь тогда считают, что можно действовать. А он говорит, это неправильный порядок. Начните действовать. Это то же, что Папа Хэгген объяснял тем людям. Даже если это больше, чем вы способны поверить, начните говорить. Начните говорить. И пусть ваша вера догонит то, что вы говорите. Вы приучите себя верить, если просто будете говорить. Даже если вы не верите, говорите. В следующий раз, когда брат Хэгген возложит на меня руки, я исцелюсь. Что они делали? Они как раз действиями входили в веру. Вместо того, чтобы пытаться поверить в исцеление, прежде чем начать действовать. Вы понимаете? Позвольте мне еще раз прочитать это высказывание. Я скорее войду в веру, действуя, чем в действие, веруя. Так часто люди не действуют, потому что не чувствуют, что у них много веры. Поэтому они воздерживаются от действий. И именно об этом он говорит. Просто начните действовать. Не волнуйтесь о том, чувствуете ли вы, что вы достаточно полны. Просто начните действовать. Но действуйте так, чтобы не навредить себе. Не говорите, я просто выброшу все свои лекарства. Почему бы вам не сказать, знаете, я просто буду верить, что сегодня будет меньше боли. Так? Итак, своими действиями не приведите к осложнениям. Не вносите залог за дом или не оформляйте заказ на машину, а потом звонок. Вам пора платить за заказ. О, я сделал этот заказ верой. Ну, мы верой подадим на вас в суд, понимаете? Нет, не делайте что-то, что возложит на вас обязательства. Есть другие возможности действовать. Даже если вы знаете, что это за рамками вашей веры. Даже если вы это знаете, действия, по крайней мере, высвободят ваше желание и вашу жажду впустить в себя больше веры. Но не действуйте так, чтобы навредить себе. Навредить своим финансам, своей семье. Не ставьте себя под удар. Просто делайте больше, чем вы делали вчера. Аллилуйя. Аллилуйя. Некоторые не действуют, пока не почувствуют, что у них много веры. Такие люди пытаются поверить умом. Они хотят почувствовать, что они крепкие в вере, считая, что тогда их действия сработают. Просто предпринимайте маленькие действия каждый день. Маленькие действия лучше редко предпринимаемых больших. Маленькие действия, предпринимаемые каждый день, гораздо лучше больших действий, предпринимаемых раз в год. Так? Аллилуйя. Действия возгревают ту веру, что у вас есть, и приводят ее в движение. Вот в чем смысл этой фразы, что легче действиями ввести себя в веру, чем верою привести себя к действиям. Просто начните действовать. Всегда найдется какое-то небольшое действие, и оно приведет в движение вашу веру, возгреет ее. Аминь. Пытаться верить Богу без действий, все равно, что пытаться развернуть стоящую неподвижную машину. Попробуйте. И посмотрите, как быстро вы сотрете покрышки, вертя руль припаркованной машины. Руление ничего не даст. Вера ничего не даст, если нет движения. Если нет действий, не важно, что у вас есть машина. Вы можете выйти и сидеть в машине, а начальник вас спрашивает, почему вас нет на работе. Ну, не знаю, я в машине. Вы едете на работу? Нет, я ее не завел. Но у меня есть машина, и я в ней. У вас есть вера, но она вас никуда не привезет, пока вы не начнете действовать. Ваша жизнь никуда не сдвинется. Это все равно, что иметь машину и никогда на ней не ездить. Это все равно, что иметь машину, которая никогда не заводится. Считайте вашу веру припаркованной, пока вы не повернете ключ зажигания. Вы должны ее завести при помощи действий. Аминь. Аллилуйя. Одно только наличие веры ни к чему не приведет. Вам нужно действовать согласно той вере, что у вас есть. И она введет вас в Божью полноту для вашей жизни. Аминь. Слава Господу, слава Господу, слава Господу. Мы надеемся, вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт dufrainministries.org, чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством или обратиться с молитвенной просьбой. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейну. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...